Сейчас перед вами выступит Андрей Фомичев. Он владелец агентства Улей. Он расскажет про автоматизацию, свой доклад. Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги. Я вам расскажу о том опыте, который мы получили при автоматизации таких процессов при помощи BITREX24. Немножко теории и терминологии. Под системообразующими процессами я здесь понимаю процессы верхнего уровня, которые можно поделить на три категории. Это основные процессы, обеспечивающие и развивающие процессы. В производственном предприятии основные процессы можно выделить следующие. Закупка какого-то сырья, производство, продажа, доставка до конечного потребителя. Если у нас торговое предприятие, то тогда производственный цикл может полностью отсутствовать, либо частично. Есть у нас обеспечивающие процессы, которые не создают ценности и пользы для конечного потребителя, но мы их не можем исключить, потому что они обеспечивают работу основных процессов. И с ростом предприятия появляются развивающие процессы. Bittrex 24 имеет полный набор инструментов для автоматизации любых процессов, которые здесь отображены. И что самое интересное, в исходной поставке продукта уже есть элементы автоматизации ряда процессов, которые здесь отражены. Например, маркетинг, управление персоналом, продажа, IT-связь, ремонт и обслуживание. Для некоторых может быть полезным инструмент для стратегического планирования такой инструмент, как собрание и планерки. Для остальных же процессов необходимо индивидуально подходить с проработкой автоматизации и внедрением этих процессов в свою компанию. Как я обещал делиться опытом, и первый опыт и идея, с которой я хотел бы с вами поделиться, это опыт, который мы получили при автоматизации довольно сложного процесса закупки, когда мы работали с нашим клиентом. Клиент — это мультибрендовый интернет-магазин и оффлайн-магазин, который работает по всей территории России, в нескольких регионах и СНГ. Они закупают свой товар по всему миру, в США, в Китае, в Корее. И сам процесс очень длительный. Именно в этом состояла особенная сложность, но исходная была неожиданная для нас, можно сказать. Длительный процесс большой, тянется долго, здесь мне написано полгода-год. Представьте, что сначала собираются какие-то данные, анализ этих данных, анализ возможных продаж, маркетинговой активности, чтобы понимать, что мы можем купить. Потом делается предварительный заказ у поставщика, получаем инвойс, договариваемся о рассрочке платежа, делаем предварительную оплату. Отдается заказ на производство, и уже это время может занимать около трех месяцев, когда произведена партия продукции. И потом доставка морем и растаможкой еще может занимать три месяца. Доставка до собственного склада и логистика распространения этих товаров по всей территории России и СНГ. Это еще может занимать определенное количество времени. И вот частные случаи могут быть такие, что вы готовитесь к текущему сезону, у вас начинается сезон, а вы должны сделать заказ так, чтобы у вас было чем торговать на следующий сезон. То есть год вы делаете заранее, за год такие закупки. Процесс не выглядит исходно очень сложным. То есть автоматизировали, мы такие молодцы, все сделали замечательно. Наш онлайн процесс в B324 отражает все нюансы, которые есть в оффлайне. Так как клиент нам все это предоставил, мы все это автоматизировали, запустили, все работает хорошо, но не учли, что есть, это сложно было исходно заранее учесть такие вещи, сейчас они уже кажутся, может быть, банальными, такие вещи, что есть другие процессы в компании, которые влияют на этот процесс. Какие процессы? Люди меняются, условия какие-то могут меняться, а наш процесс длится в течение полгода-год. Если кто-то уже работал с бизнес-процессами в B324, наверное, знают, процесс один раз запущен, и любое изменение этого процесса уже не влияет на запущенную копию процесса. И те люди, которые будут исполнять какие-то операции, будут ответственны на операциях, они уже не поменяются. А этот человек, может быть, уже поменял свою должность, уже этим не занимается, а к нему приходят задания, которые он уже не выполняет. И возникает вопрос, проблема с тем, чтобы нужно это делегировать, менять, а процесс уже идет. Что здесь, ну или еще хуже, какой-то узел процесса нужно изменить. А у нас уже запущена какая-то часть процессов по закупке каких-то брендов, продукции каких-то брендов. Как мы здесь поступили? Первая идея, которую я с вами поделюсь, это то, что большие длительные во времени процессы нужно делить на подпроцессы. Вот здесь так, извиняюсь, плохо видно. Ну, красным я здесь обвожу, да, что вот есть блоки, которые мы делим один длительный процесс на подпроцессы, и каждый текущий процесс вызывает следующий подпроцесс, автоматически передавая в него данные, которые мы получили в текущем процессе. Так, чтобы один общий процесс не обрывался. То есть все так же идет, как и обычный длинный, но самая важная штука, которой я с вами делюсь, это то, что первый запущен подпроцесс, пока он идет, мы остальные можем менять. И это та важная вещь, которую мы не смогли исходно учесть. И мы с ней столкнулись только уже, когда прошло какое-то время, когда какая-то часть процессов запустилась, и стали накапливаться проблемы. Нужно изменить здесь, нужно поменять там, нужно другого ответственного поставить, а в запущенных процессах это уже не изменить. Поехали дальше и стали накапливать новые проблемы. Представьте, что у нас есть 50 брендов. По одному бренду мы делаем один заказ, по другому бренду делаем три заказа, может быть немного в разное время. И суммарно у нас есть 100 процессов запущенных, по которым нужно отслеживать, для того, чтобы в следующей зоне у нас были все товары на складах и в магазинах, чтобы нам было чем торговать, нам нужно, чтобы все происходило вовремя. Как контролировать все эти 100 процессов? Не будешь ли там обзванивать всех тех людей, как у них дела идут? Сложно, непонятно, исходно. Мы тут придумали следующее. Это вторая идея, с которой я с вами делюсь. Это визуализация процесса для экспресс-контроля. У нас есть один большой процесс, поделенный на подпроцессы. Мы разметили в этих подпроцессах сроки ответственные. То есть мы выделили, что каждый подпроцесс должен длиться не более чем какое-то время. Есть ответственные за этот подпроцесс. Не обязательно, чтобы это был прям какой-то выделенный подпроцесс. Просто есть какая-то метка времени, срок, выделенный календарный, либо в рабочих днях, которому должна запуститься, пройти какую-то часть процесса, мы должны пройти. Как только мы ее не проходим, разметили мы ее по всей длине нашего большого процесса длительного. И у нас есть возможность вывести некий индикатор. Здесь, к сожалению, не видно. Есть желтый, зеленый цвет и красный. А, еще и серый. Серый цвет, значит, еще процесс не дошел. Время, вернее, не дошло до… Нет, процесс как раз не дошел до этих операций, до этих подпроцессов. То есть это некий индикатор состояния, где мы сейчас находимся в текущий момент. Если зеленый квадратик, то есть подпроцесс, мы прошли вовремя, не нарушив сроки. Желтый, значит, у нас наступает срок. В течение ближайшей недели, либо трех дней, у нас должен этот подпроцесс завершиться. Если красный, значит, мы процесс, подпроцесс прошли с нарушением срока. Данный индикатор позволяет директору по закупкам, ну, либо какому-то другому ответственному за этот длительный процесс обращать его внимание на проблемы заранее, предупреждая их. И если нет такого, некого визуального виджета, визуального контроля, то контролировать длительные процессы очень сложно. Я предыдущую идею когда говорил, то есть если бы у нас процесс длился в течение месяца, то мы бы не встретились бы с такими проблемами. А здесь у нас процесс длится полгода, год, и необходимы другие инструменты, другой подход к контролю. Для того, чтобы контролировать такие длительные процессы. После этого руководитель смог уменьшить время, которое он тратит на контроль, контролировать, включаться в процесс проблемы, которые возникают именно точечно, и ликвидировать необоснованные просрочки. Теперь давайте представим, что мы являемся руководителем отдела продаж, где ежемесячно приходит, ни много ни мало, 200 лидов. Из них 50 лидов ежемесячно превращаются в сделки, и сделка закрывается примерно в среднем за три месяца. Достаточно длительный цикл закрытия сделки, хотя бывает и больше, и по полгода люди работают на то, чтобы закрыть сделку, заключить ее. И в результате через три месяца, после начала какой-то работы, у нас есть параллельно 500 лидов в работе и 150 сделок. Как контролировать, что твои менеджеры хорошо работают, обрабатывают лиды, что они вчера тебе сказали, я ему позвоню, ему сделаю то-то, или отправлю письмо. Сегодня ты не спросишь, сделал? Да, сделал, например. Ну, верить ему или как? Так, допустим, продажи почему-то не случаются, ожидаемые. Как контролировать? И мы… Третья идея, с которой я делюсь, мы переложили визуализацию, которую мы придумали, можно сказать, на предыдущем кейсе, на CRM, на лиды и сделки. Немного в другом виде. Здесь, к сожалению, тоже немножко не видно. Серого цвета. Серый цвет, значит, тот день еще не наступил, либо лид или сделка еще не была создана в этот день. Здесь видно, к сожалению, все сливается. Три строки, в каждой строке по семь кубиков. Три строки – это последние три недели. Самая нижняя строка – это текущая неделя. Предыдущие две строки – это предыдущие две недели. Семь кубиков, понятно, что это семь дней недели. Желтый кубик отвечает, что в этот день человек, менеджер, да, или ответственный за данный лид, или за данную сделку, он выполнил какую-то операцию, некая активность была проявлена, но она была не результативная, не было связи с клиентом. Какая-то, может быть, активность. Ну, он там заполнил какое-то поле в сделке, может быть, назначил какое-то дело на будущее, может быть, еще что-то изменил, может быть, стадию сделки переместил куда-либо. Какая-то активность была по данному лиду, либо сделке. Это желтый квадратик, да, желтый кубик. Зеленый была активность, результативная. Это была связь с клиентом. Отправлено письмо, телефонный разговор результативный с комментарием, оставленным к данному телефонному разговору. CRM. Красная не была никакой активности. Мы можем выводить несколько недель, больше, чем 3, 5, 10, в зависимости от того, сколько нам нужно каталировать времени. Если мы считаем, что звонить и связать с клиентом раз в месяц – это нормально, ну, значит, просто больше период можно смотреть и таким образом каталировать своих сотрудников. То есть такой визуальный контроль, при наведении можно увидеть даже, что он делал, да, на каждый день навел, если тебя интересует более детальная информация, чем просто желтый или зеленый цвет. Таким образом можно каталировать и 500 лидов, и 1000 лидов, отфильтровал по менеджеру, посмотрел, какая ситуация, ты уже за 5 минут, ну, даже за минуту, ты уже понимаешь в целом ситуацию по конкретному менеджеру, по конкретному направлению, в целом по отделу. Руководитель меньше тратит времени, реагирует на какие-то точные ситуации. Если менеджер что-то в CRM не делает, а говорит, что я это делал, значит, не делал, это побуждает людей, ну, то есть менеджеров, заполнять CRM. Если кубик красный, значит, ты ничего не делал. Если кубик зеленый или желтый, значит, ты что-то делал. Это побуждает накапливать полезную информацию в CRM и активность. Ну и в целом, так как данный контроль позволяет лучше контролировать активность, он позволяет увеличивать закрываемость сделок. Дальше, следующий кейс, который я с вами поделюсь, это внедрение электронных регламентов, электронного регламента, который, этот опыт мы получили при работе с нашим клиентом, Буше, все любят их продукцию, выпечку, сеть пекарен. У них есть очень важный процесс, для них это системообразующий процесс, процесс ввода новинок на рынок. У них есть регламент бумажный, в котором прописано, кто в какой день или кто в течение какого времени выделено должен выполнить ту или иную операцию. Кто-то должен придумать название, кто-то должен оформить документы, кто-то еще что-то, кто-то должен выпустить тестовую партию продукции, кто-то должен созвать совет на пробу, попробовать там эти булочки, что они там новое придумали. И на бумаге процесс есть, написано, что столько-то, столько-столько, то есть суммарно полтора месяца. А по факту, конечно же, все нарушают, у всех там никто не помнит, что нужно в конкретный день что-то сделать. Сложно это дело контролировать. Мы перевели данный процесс в онлайн, в Bittrex24. А когда переводили, мы выбирали инструменты, какими инструментами мы будем пользоваться. Ну, в принципе, два инструмента было на выбор. Это задачи, как таковые задачи есть в Bittrex24, и задания бизнес-процессов. Что нам нужно для того, чтобы регламент выполнялся, каждый его этап, каждая его задача выполнялась. Нам нужно, чтобы приходили уведомления о том, что пришла новая задача, чтобы люди заранее получали, что тебе пришла задача или задание. В заданиях есть такая штука, в заданиях, к сожалению, нет. Именно встроенная сразу. Ее можно отдельно, как-то отдельным блоком настраивать. О том, что наступил срок, сегодня тот самый день, когда ты не позже должен выполнить, это в задачах есть такое уведомление, в заданиях нет. О том, чтобы наступила просрочка, все, сегодня уже минус один день к тому, что ты должен был сделать, на следующий день минус два дня. Ну, в общем, нет такого встроенного уведомления. Возможность делать параллельные какие-то задачи либо задания есть и там, и там. А вот последовательные в задачах нет такой возможности. Задача, когда завершается, она автоматом не вызывает выполнение следующей задачи. А в бизнес-процессах и в заданиях это есть возможность строить цепочки. Возможность передавать данные с одного этапа на следующий, то есть с задачи в подзадачу, вернее, в следующую задачу. В бизнес-процессах и в заданиях это есть, в задачах этого нет. И структурированность данных, результаты выполнения также в задачах отсутствует. Очень важная вещь. Все рано или поздно с этим сталкиваются. Задача – прекрасный инструмент, но ее можно закрыть, отметить, что ты выполнил ее, просто кнопкой «Выполнил». Ни комментарии написать, ни приложить каких-то файлов нету, никакого встроенного инструмента, который не позволяет закрыть задачу, не добавив какой-то результат этого выполнения задачи, не приложив какой-то файл определенного формата, нету проверки, не добавив какие-то данные. А в бизнес-процессе это есть. В заданиях бизнес-процессов есть настраиваемые поля, не заполнил поле, не даст дальше двинуться, следующий шаг сделать. Ну и что здесь? Очень просто. Нам нужно ликвидировать данные недостатки. Спасибо, так лучше. И мы так и сделали. Наделить недостающими преимуществами задания бизнес-процессов. Скрины, к сожалению, не так хорошо видны. Мы добавили недостающие поля в заданиях бизнес-процессов. Кто у нас там? В суперварде появился, появился наблюдатель. Эти люди стали получать уведомления при соответствующих, при наступлении соответствующих событий, при просрочке, либо наступлении срока, для того, чтобы они могли реагировать в нужный момент. Мы добавили дедлайн, который отсутствовал. То есть теперь задание наделено некой датой, когда она должна быть выделена. И автоматическая реакция системы не давать закрыть данную задачу, если просрочка уже наступила. и чтобы тот, кто исполнял задачу, еще можно было заставить заполнить причину просрочки. Ну и шаблонные уведомления, то есть в различных случаях, чтобы автоматом прилетало в нужном шаблоне соответствующее уведомление о том, что случилась просрочка, просто пришла задача, либо сегодня день сдачи. В результате ассортиментный совет стал получать отчеты, автоматически собираемые в течение исполнения данного процесса. И такая статистика сразу собирается, что столько-то дней это заняло, просрочка в сравнении с эталоном, заложенным в регламент, такая-то. И можно подробно посмотреть, кто чем, условно говоря, отмазывается, кто как объясняет причину просрочки. Еще раз говорю, это очень важный для них процесс, поэтому именно такой подход и был. То есть им нужно было, чтобы процесс не растягивался из полтора месяцев в три. И этот инструмент позволяет это делать. Следующее, чем с вами поделюсь, это о том, как подружить, ну и несколько кейсов, как можно подружить отделы между собой. В основном проблема возникает между отделом продаж и маркетингом, между отделом продаж и производственным отделом каким-либо. Как решаются данные проблемы? Ну, между продажами и маркетингами обычно сейчас все рекомендуют внедрять CRM. Это некое такое полу-онлайн мероприятие. Все про это говорят, слышат. Здесь не буду там раскрывать. Очень широкая тема, понятное дело. В качестве оффлайн мероприятий многие маркетологи рекомендуют, ну это там бизнес-гуру, да, рекомендуют начинающим маркетологам садиться на место менеджера и звонить клиенту. Так есть возможность получить прямую обратную связь от клиента и решить часть проблем, которые возникают на стыке отдела продаж и всяких маркетинговых активностей, которые придумывает отдел маркетинга. Продажа и производство. Здесь проблема в основном связана с тем, что продажник зачастую, прям вот очень часто, не является специалистом. Не является специалистом, не знает продукт, который он продает. Ни услуга, товар не очень хорошо ему известны. И вот из-за этого все коллизии. Он сам не может обработать запрос. Для того, чтобы что-либо продать, ему нужно подойти к специалисту и нагрузить его информацией, что клиент от него хочет, а как вот это вот. Это хорошо, если он так делает, да? Хорошо для продаж. Для специалиста его это отнимает времени, особенно если это его основная работа начинает страдать, то из-за этого все эти возникают проблемы. Решение проблем зачастую лежит на стыке автоматизации между CRM и неким таск-трекером, которым пользуются в производственном отделе. И именно такие живые примеры я хочу вам показать. Как мы подружили секретариат и сотрудников подразделений? Здесь мы секретариат имеем как некий, может быть, CRM. Да, они получают запросы от своих клиентов, от подрядчиков, от всевозможных контрагентов. Все стекается. Это живой пример нашего клиента. Как мы решали ему эту проблему? Получают в различном виде, в электронных письмах, в телефонных звонках, в бумажных служебных записках, в различных претензионных письмах, которые приходят на почту. Секретариат все это отсканирует, в портале запускает, выбирает, какой отдел должен решить данную проблему. И мы здесь выбрали для решения задачи, так как скрины не очень хорошо видны, буду пояснять. Выбрали задачи, но, как я говорил, что задачи можно по умолчанию закрывать просто кнопкой. Закрыл. Какой результат, чтобы не было возможности закрыть задачу без указания результата, как раз мы дорабатывали некий интерфейс, ограничивающий возможности людей, которые обрабатывают данные запросы. Хочешь закрыть задачу, укажи в поле некий комментарий результат выполнения данной задачи. Если срок нарушен, то не даст возможности просто так ее закрыть. Должен человек сразу описать это дело. Если он заранее хочет перенести срок, тоже пишет некое пояснение почему. Если он хочет отказаться, перенести, перевести данную задачу на другого исполнителя, то также должен все это описать. Секретариат сам на основе данных запросов от исполнителей все эти операции делает. Все это автоматически фиксируется в некой сводной таблице. И она раз в месяц попадает в сводная таблица, где вся эта статистика набрана, кто когда нарушал сроки, кто когда переносил, либо еще что-нибудь делал. На основе данной таблицы генеральный директор уже выбирает, какие инструменты применять, либо пряники, либо кнуты. Дальше. Как мы подружили отдел продаж и отдел доставки? Это именно тот случай, когда менеджер сам самостоятельно не может произвести некий расчет, обработать поступающий запрос от клиента. И мы доработали в CRM форму в сделке, чтобы менеджер нажатием кнопки обращался в отдел доставки за расчетом. Данные автоматом подтягиваются из сделки. Поступает в отдел доставки специалисту на расчет. В тот отдел, который выбрал менеджер, может сразу несколько отделов задействовать, чтобы получить несколько разных расчетов. разными вариантами доставки, морем, самолетом, еще чем-нибудь. И здесь также добавили кнопки, которые обрабатывают задачу в зависимости от ситуации. Опять же, у исполнителя нет возможности стандартным образом закрыть задачу, как это позволяет исходно Bitrix, Bitrix24. Он может ее закрыть, либо какими-либо изменить, только используя кнопки специальные, которые либо перемещают по канбану данную задачу автоматически с указанием той информации, которую он указал при нажатием кнопки в диалоговом окне. А уже руководитель решает, что делать в ситуации, когда видит, что, например, одна колонка заполненная, и там все проблемные какие-то ситуации. Он уже на основе заполненности колонок в канбане. Да, я уже совсем быстро. Пять минут есть? Нет? Все, жаль. Так, ну давайте кратенько. Если есть проблема в том, что прилетают задачи плохо оформленные, у нас есть кейс, где мы сделали справочник типовых задач, и он используется для постановки задач, которые автоматически оформляются на основе буквально выбора. Если есть интерес подобный, подходите, покажу, как вживую это работает. Давайте вот последняя идея, как вот последние три кейса, которые я озвучил. Хотите порядка в портале, в задачах, либо в CRM, ограничивайте возможности рядовых сотрудников, и тогда у вас будет порядок. На этом все. Спасибо. Вопрос в приложении. Ура, слышно? Был такой вопрос, я его обобщу. Там была серия вопросов. Облако или коробка касательно первого кейса? И после этого был вопрос, как вы добавили поля. Давайте в принципе, когда выбирать коробку, когда выбирать облако? Что можно сделать в облаке, а для чего нужно выбирать коробку поставить? Смотрите, первый кейс, где мы делили один длительный процесс на подпроцессы, это была коробка, но данная схема реализуется и в облаке. С недавних времен появилась возможность вызывать один процесс из другого. И данная возможность есть теперь уже в облаке. Это раз. А когда выбирать облако, когда коробку, когда ограничиваемся, когда упираемся в ограничение облака, тогда нужна коробка. Простой ответ. Если очень критично то, что вам мешает работе некая свобода, которая есть в BX24, и нужно что-то там ограничить, что-то направить, вот именно только так это работает, то тогда коробка вам в помощь. Спасибо большое. На самом деле очень интересный был кейс сложный, и вопросы, скорее всего, есть еще, но тогда давайте, раз уже по времени мы не успеваем, следующего спикера я приглашаю. Спасибо еще раз, Андрей. Спасибо большое. Спасибо.